Мы начинаем с первого пивотального пробора. Затем мы двигаемся в одну сторону пивотальными проборами, доходим до уха, до вертикального сечения, которое делит волосы, падающие на сторону и на затылок. Затем от центра двигаемся в противоположную сторону, до вертикального сечения останавливаемся. Затем с затылка центральное сечение назад И такое же пивотальное движение в сторону вертикального сечения И в противоположную сторону Очень важно стоять напротив силуэта среза Тогда вы контролируете дизайн Каждый раз наблюдайте за тем, как распределяется вес Плотность на кривой линии должна быть всегда одинаковая Цвет должен быть всегда одинаковым Когда вы доходите с зоны лобной впадины Если она глубокая, то направление прядь здесь можно слегка усилить Перенаправив прядь чуть дальше, чем естественно мы перенаправляем назад предыдущий ретак Мы здесь можем направить чуть сильнее Для того, чтобы компенсировать недостаточную плотность на лобной впадине Здесь вы видите финальный результат Круглые слои на короткую длину Это подвижная текстурная форма Может быть в более коротких длинах В таких длинах более оптимально, женственно выглядит Важно следить за тем, чтобы силуэт сужался к внешней части формы И расширялся к внутренней части формы То есть с помощью угла среза Нужно выполнять сужение силуэта к внешней части формы Таким образом вес будет перемещаться на внутреннюю форму И будет наращиваться небольшой объем И также появится движение текстуры ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok